В Кумертау состоялся очередной домкомчас. На встрече с горожанами обсуждались актуальные проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Вопросов у жильцов многоквартирных домов возникает много. Это и благоустройство дворов, ремонт подъездов, вывоз мусора – это основные темы встречи. Свою первую такую встречу в формате домкомчаса с горожанами провел исполняющий обязанности главы администрации города Олег Фролов. По его словам, главное в решении вопросов, связанных с ЖКХ, является взаимодействие домкомов с жителями, представителями управляющих компаний и органами власти. Каждый исход жильцов должен иметь протокол, в котором отражены все актуальные проблемы для их последующего решения. То, что касается работы домкомов, это необходимо в первую очередь проводить, наверное, собрание жильцов с формированием протоколов. То есть четкое понимание. Если мы решаем какой-то вопрос на территории дома, значит, должен быть сформирован протокол. Четкий и понятный для всех, значит, соответственно, где прописаны вопросы обсуждаемые и, соответственно, подписи жильцов, если необходимо, или кто ведет протокол. Домкомчас проводится ежемесячно. Такие встречи позволяют горожанам поднимать волнующие их темы и вместе решать имеющиеся проблемы. Все вопросы находятся на контроле. Руководитель Кумертаусской администрации намерен ежедневно совершать объезды внутри квартальных территорий и следить за выполнением необходимых работ. Замечательный учитель, ветеран Великой Отечественной и общественная активистка. Этими словами можно описать известную жительницу нашего города Бибисару Абдулмаликовну Базырову. 25 июня ей исполнилось 95 лет. Этот день рождения официальный, однако из разговора с ветераном выяснилось, что еще совсем юная Бибисара Базырова прибавила себе два месяца, чтобы уйти на фронт. На самом деле она родилась 25 августа 1924 года, но в документах в графе даты рождения стоит 25 июня. Даже сейчас, когда Бибисара Базырова находится в таком почтенном возрасте, заметно, что она всегда занимала очень активную жизненную позицию. В этот день ветеран встречала гостей. Кумертаусские волонтеры Победы поздравили Бибисару Абдулмаликовну с юбилеем и подарили общее фото с предыдущей встречи. Большое спасибо. Есть вот небольшое пожелание, что мы вас поздравляем с 95-летием. Ну я поняла. Молонтеры Победы. Спасибо большое. Спасибо большое. Поздравил ветерана и руководитель Кумертаусской администрации. Олег Фролов подарил Бибисаре Базыровой цветы, открытки и подарки. Пожелал здоровья, хорошего настроения, оптимизма и долголетия. Несмотря на солидный возраст, Бибисара Базырова полна силы и энергии, которые щедро делятся с окружающими. В общем, солдат, солдатом была. Но, вы знаете, так как я человек очень активный, поэтому я все эти годы комсомол, комсомол, комсомол. За чашкой чая Бибисара Базырова рассказывала о себе, делилась воспоминаниями своей жизни. Сейчас ветеран окружена заботой и вниманием своей большой семьи. Рядом с ней близкие и родные люди, готовые исполнить каждое желание ветерана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова